Кристина, ваша история того, как вы пришли, это же тоже были большие поиски. Это сначала было и отрицание Бога, а потом это, насколько я понимаю, и секта была. Расскажите, как все это было? В какой момент щелкнуло, что надо искать Бога? Это интересная история, потому что ты приходишь в секту, ты же не подразумеваешь, что ты туда идешь осознанно. А главный вопрос, вы до этого атеист. Человек, который не хочет разбираться в чем-то, в моем понимании, это атеист. Тебе неинтересно, скорее всего, ты даже вообще не размышляешь по этому вопросу, поэтому ты называешь себя атеистом. Но потом, когда в тебе возыграла гордость, и ты захотел помогать людям, как только что сказал эти цариней, через гордость помогать людям, что я такой молодец, я помогаю. Так сложилось, что я нашла через друзей, это сама того нища, секту, которая наложением рук помогала людям исцелиться. Ну, вроде как. И самое интересное, что я пришла к Богу через эту секту, каким образом? Мне руководитель данной организации на первом же обучающем тренинге рассказал, что мы все делаем через Бога, безусловно, и тебе нужно начать читать Евангелие. Я говорю, подождите, как бы я человек неверующий, мне это неинтересно, я не буду это делать. Нет, просто поверь, мне нужно с этого начать. И вот в тот момент, когда ты начал читать Евангелие, ты начал сопоставлять то, что написано в этой книге, и то, что говорил впоследствии он, и что-то не билось. И тут уже начал действовать Бог, потому что ты начал читать эту священную книгу. А что это было за такое место, где там наложение рук? Вы же там видели тоже какие-то маленькие проявления чудес? Руки теплые, горячие становились. Да. Безусловно, если бы не было подтверждений действия того, что это работает, люди бы не ходили туда и не приносили огромные суммы денег и так далее. Проблема в том, что это работает, но ломается потом что-то другое. То есть какими силами все это делается. Да, безусловно. Ну, детали опустим, как это происходило. Были моменты, подтверждающие то, что это действительно работает, но потом ты получал по шее, скажем так, за то исцеление. Я приводила друзей, которые, значит, хотели от чего-то исцелиться, они исцелялись потом, но у них потом были намного большие проблемы в жизни. Не только со здоровьем могло произойти что-то пострашнее, потому что дьявол все равно возьмет свое, просто так даром ничего тебе не даст. А вот жизнь в той организации и жизнь уже с Богом, со Христом, вот что для вас поменялось? Какая разница? Вот как правильно сказал отец Ириней, ты понимаешь, что это не ты что-то делаешь, это Бог через тебя что-то делает. И все заслуги, если вдруг они у тебя случились, они не твои. Просто ты руки Бога в данный момент. Поменялось отношение, вообще вся жизнь поменялась, собственно говоря, до и после однозначно. И, кстати, очень быстро поменялось. Буквально там пару месяцев, когда ты начал читать, углубился, понял, что что-то не так, я начала изучать вопрос так. Так, святые, ага, значит, святые, они какую-то огромную часть жизни посвятили тому, чтобы послужить Богу, а ты тут пришел, заплатил деньги, не маленькие, и тебя рукоположили. Это так же называется, между прочим, в этой секте. Рукоположили, ты теперь мастер или кто-то, кто может исцелять. И ты понимаешь, так, как-то не бьется, потому что там люди трудились, отказывались от чего-то, напрягались, скажем так. А здесь ты просто любой, даже маньяк, образно говоря, может прийти, заплатить денежку и стать подобием Бога, образно говоря. Это постепенно начало раскручиваться, и, естественно, православие перевесило здравый смысл. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!